Российская армия безуспешно пытается атаковать позиции сил обороны Украины в Харьковской области. А в Волчанске противник увяз, несмотря на постоянное пополнение сил и средств, написал в своем телеграм-канале главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский. Подобным образом характеризуют ситуацию в регионе и аналитики Института изучения войны. Украинские силы недавно вернули утраченные позиции к северу от Харькова на фоне продолжающихся российских наступательных операций на севере Харьковской области. На геолоцированных кадрах, опубликованных 13 июня, видно, как украинские силы проводят контратаку и захватывают позиции вдоль ветрозащитной полосы к юго-востоку от Глубокого. Российские блогеры утверждают, что украинские силы контратакуют в районе Глубокого. Один блогер отметил, что украинские контратаки усложняют ситуацию для российских сил в этом районе. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска 12 и 13 июня провели безуспешные наземные атаки в районе Глубокого, Волчанска и Тихого. Из отчета Института изучения войны. В успехе Харьковской операции российской армии сомневаются и в НАТО. Один из чиновников Альянса на условиях анонимности сообщил прессе, что в мае на Харьковском направлении захватчики, вероятно, несли потери почти по тысяче человек в день. По словам министра обороны США Ллойда Остина, ВСУ удалось укрепить позиции в Харьковской области и замедлить продвижение противника, а российская армия вряд ли повторит попытку прорыва. Украинские силы ведут тяжелую борьбу. В Харькове и других местах Кремль продолжает усиливать бомбардировки украинских городов и мирных жителей. И Украине срочно нужны дополнительные возможности противовоздушной обороны для защиты своего неба. Это критический момент. Ставки в этой войне высоки, и на кону стоит выживание Украины. Но также и вся наша безопасность. Никто из нас не хотел бы жить в мире, где правит Путин. Мы все будем в меньшей безопасности, если тираны будут считать, что они могут растоптать границы и запугать своих соседей. Несмотря на частичный провал наземной операции, российские войска продолжают терроризировать мирное население Харьковской области. Ежедневно армия Федерации атакует регион при помощи БПЛА, крылатых, баллистических и зенитных управляемых ракет. Мы строим подземные школы. Мы создаем школы внутри станции метро, чтобы дать детям возможность учиться. Нет хорошей жизни, люди прячутся в метро во время сирен воздушной тревоги. Это еще одно доказательство того, что сказал президент. Владимир Зеленский сказал, что нам срочно нужны системы ПВО, чтобы люди жили. Это наша жизнь. Это жизнь наших украинцев, наших детей, наших женщин. И сегодня самое главное – это вопрос безопасности. Неспокойно и на Сумском направлении противник проводит разведку и распространяет фейки о якобы захвате населенных пунктов в области. В ГУР Минобороны Украины уверены – ситуация под контролем. ВСУ уже приняли меры по защите границы. Там и сейчас идут пограничные попытки россиян, вывозки ДРГ и так далее. Но, слава богу, все необходимые меры уже приняты. И такого масштаба, как произошло раньше, уже нет. Одной из причин того, что российские оккупанты не могут эффективно наступать на новых направлениях, министр обороны США Ллойд Остин считает разрешение государств-партнеров украинской армии бить по военным объектам на территории страны-агрессора. Субтитры создавал DimaTorzok